В Перми бывший милиционер пострадал от рук так называемых дорожных учителей. Как рассказал 47-летний Айрас Кучукбаев, в прошлом работавшись заместителем начальника отдела уголовного розыска одного из районов Перми, 19 марта он на только что приобретенном новом автомобиле Хавейл двигался из столицы Прикамья в город Краснокамск и, вероятно, помешал двум горячим армянским парням на черной Тойоте Камре, скорость которой, по словам Айраса Фаридыча, составляла примерно 130 км в час. Поняв, что его прижимают, водитель Хавейла перестроился вправо, но неодобрительно посигналил автохамам, что ими было воспринято как обида. Тойота вынудила бывшего милиционера остановиться, после чего начался настоящий беспредел. Разбили стекло, напали на меня, у меня резанные раны лица. Соответственно, все это происходит при свидетелях, при камерах. На дороге незамедлительно вызвал полицию, которая не приехала, сказали нет экипажей. После этого поехал, зафиксировал все, кировский отдел полиции. Делали осмотр места происшествия, типа автомобиль посмотрели. Отпечатки не изымали, видеорегистратор не изымали, точнее карту. Свидетели не устанавливали. До настоящего дня мне судьба материала неизвестна. Пытался сам установить, сказали, где-то у участкового. Виновные не установлены, никаких мер не принимаются. Уже неделя прошла. Эти нападавшие были, возможно, вооружены. Ну, собственно говоря, набили себя агрессивно. Хотелось бы, чтобы их быстро установили и наказали. Нам не удалось узнать, в какие годы потерпевший служил в милиции, но, согласно открытым данным, уже больше 10 лет человек с тем же именем и фамилией со своими компаньонами занимается бизнесом в Перми, связанным с дачей денег взаймы под залог недвижимости, а также выкупом недвижимости у должников и сдачей этой недвижимости в аренду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...